Доброе утро! Мы продолжаем. Подготовка нужна всегда, во всём и везде. Тем более, если эта подготовка касается темы защиты нашей с вами Родины. Итак, в гостях у нас сегодня этим утром Денис Нурдинов, руководитель Центра начальной военной подготовки РОК от Ульяновской, Иван Щелянов, инструктор по первой помощи. Денис, Иван, доброе утро. Доброе утро. Рад вас видеть. Итак, давайте для начала проясним. Центр начальной военной подготовки РОК от Ульяновской. Это что? Это для кого? Это почему? Давайте, Денис, наверное, вам. Наш центр появился, так сказать, родился из общественного движения, которое образовалось у нас в октябре прошлого года, с начала мобилизации. Первоначальная наша цель – это было обучение лиц, подлежащих мобилизации, чтобы ребята, уже обученные, могли уйти спокойно на фронт и выполнить определенные боевые задачи, поставленные им, и живыми здоровыми вернуться, соответственно, домой, близким. В процессе мы, так скажем, переродились, стали полноценным центром военной подготовки, юридически, так скажем, зарегистрированной организацией. В настоящий момент мы продолжаем подготовку граждан, жителей нашего региона. Теперь у нас не только мужчины, подлежащие мобилизации, но и девушки. Да, тоже входит состав, да, группа обучающих. Да, приходят, а уже даже, вот одна у нас девушка на днях подписала контракт и ушла на фронт. Притом она у нас обучилась в качестве обычного курсанта, захотела стать инструктором, стала инструктором, обучилась и поняла, что она нужна там, подписала контракт. В настоящий момент вот тут была, как бы, на переподготовку в эти зоны специальной военной операции. Так. Кроме того, мы сейчас ведем подготовку как сотрудник силовых структур всех, да, это МВД, Росгвардия. Мы сейчас ведем подготовку уже и военнослужащих, уже полноценно, да, при том военнослужащих как на территории нашего региона, так и на территории других регионов нашей страны. Так мы ведем подготовку также на освобожденных территориях, так называемых, да. Да, то есть тоже, да, ведется подготовка. Буквально вот вчера наша группа выехала туда, вот, для отправки гуманитарного груза, и в том числе, да, для подготовки, соответственно, бойцов непосредственно на передовых позициях. Понятно. Иван, скажите, вот инструктор по первой помощи. Ну, понятно, инструктор, а вот что значит по первой помощи? Медицинской помощи, какой-то другой помощи, вот, пожалуйста, о вашей должности. Ну, первая помощь, это, если говорить более развернуто, то она первая, домедицинская помощь. То есть это то, что мы можем сделать, чтобы спасти человеку жизнь, сохранить здоровье до того, как пребудут квалифицированные медики, либо до того, как его к этим медикам доставят. То есть это именно экстренная помощь. А вот в рокот попадают не только ведь, да, и даже, наверное, не столько подготовленные, а, собственно говоря, люди, которые вообще даже знать не знают, что такое, да, служба. Правильно я понимаю это? Да, ну, более половины, кто к нам приходит... Даже с нулевой подготовкой. Да, то есть даже мы как бы не служили в армии, но понимали, что, ну, сейчас время такое, да, что нужно уметь защитить себя, свою семью, своих близких и свою страну. Ну, а как это происходит? То есть вот приходят к вам желающие, и что? Что нужно для этого сделать? Для этого нужно с собой, соответственно, иметь паспорт и заполнить определенные документы для, соответственно, вступления в учебную группу. Так. Мы официально приказом определяем, создаем учебную группу, так скажем, да, наши курсанты получают, соответственно, уже расписание еженедельно, в рамках входа которого они проходят обучение. Ну, что имеется в виду под расписанием? То есть это же не в восемь пришел, там, в пять вечера домой пришел. Это с каким-то же, да, долгим пребыванием или же нет? По-разному бывает. Зависимо от категории. То есть для военнослужащих у нас одно расписание, да, и сотрудничество структур. Соответственно, для жителей нашего региона, кто приходит изучить именно начальную военную подготовку, да, для них мы создаем более удобный график. Если это в будние дни, то это вечернее время, соответственно, да, чтобы после работы можно было пройти обучение. Вот. Либо же это суббота, да, то есть когда человек может не, так скажем, в ущерб работе, не в ущерб семье пройти обучение, получить знания необходимые. Ну, а какие-то средства, экипировка, в конце концов? Это что, это как это выдается или как это все приобретается, имеется? Необходимая матбаза, такие как макеты автоматов, да, какие-то макеты гранат, к примеру, да, ну, жгуты различные, да, турникеты необходимые в процессе обучения. Мы это на занятия выдаем. То есть по экипировке, там форма одежды, она, в принципе, у нас нет определенного требования, да, чтобы просто это было удобно, комфортно и не жалко, так скажем, да, проползти там по луже, по грязи, потому что занятия у нас проходят не только в помещениях, в комфортных условиях, но и на полигонах. А вы сами понимаете, да, то есть день занятий назначен, к примеру, курсанты прибывают, пошел дождь. То есть несмотря на дождь, занятия не отменяются, люди так же бегают, прыгают, ползут, да, но это не потому, что мы хотим поиздеваться, да, над курсантами, это... Ну, конечно, подготовка есть подготовка. Да, чтобы люди, понимаете, как из уютных условий хотя бы почувствовали немного, вот каково там будет, да, соответственно, ребятам. Ну вот если говорить о совершенно... о людях совершенно нулевой подготовки, вот, Иван, давайте вопрос к вам, а если вот кому-то стало в процессе этой самой подготовки плохо, вообще, это к вам вопрос или нет? Его как? Как его спасать? Вот человек, который вот пришел, который знать ничего не знает, вот он побежал в этот самый дождь на этом самом полигоне, и все, и рухнул от усталости. Что делать? Ну, естественно, смотря по состоянию, помощь окажем, то есть в зависимости от того там, что с ним произошло. Ну, а хорошо, а вообще получается, что у вас какие-то пары, да, какие-то часы образовательные, на которых вы, собственно говоря, да, как это, лекцион или практически рассказывать о том, как эту самую помощь оказывать, да? Да, естественно. Начинаем с теории, потом практика, как говорится, от простого к сложному. То есть потом мы уже практику на полевых объединяем там в общую картину, то есть где уже идет и тактика, и медицина, и огневая, то есть все вместе. С кем работать наиболее сложно или, может, наиболее интересно? С каким контингентом? Да ну, сложно выделить какую-то категорию. Ну, тем не менее, все-таки наверняка у вас опыт немалый. Ну, все-таки как бы с действующими силовиками, с военными поинтереснее работать, потому что там как бы все-таки уже настрой такой более серьезный. Профессиональный, да? А какие-то случаи были? Вот я привел такой вот, да, на полигоне какой-то момент. А вот реальный какой-то случай из вашей практики, практики спасения человека? Ну, к счастью, у нас пока там прям о спасении говорить не приходилось. Я надеюсь, занятий у нас не придется, да. Но было там пару случаев тепловых ударов, были ожоги. Ну, такое все достаточно... Да-да-да. Достаточно легкое. Понятно. А вот Денис сказал о том, что вот, да, эта самая героическая девушка, которая сейчас отправилась в зону СВО, она стала инструктором прежде, да, сейчас отправилась? А как стать инструктором? Не знаю, вам ли вопрос адресовать или вам, Иван? Давайте я начну, а я вам продолжу. Пожалуйста, продолжу, давайте Денис. Вообще, знаете, как инструктор, это не профессия, я считаю, да, это действительно призвание, внутреннее ощущение человека. То есть мы приглашаем инструкторами любых людей, у кого горят глаза и горит сердце. Вот, потому что научить передать знания можно любому. Было бы желание, соответственно, да, встречное, так скажем, получить эти знания, и чтобы у человека было желание эти знания передавать. Потому что человек может быть большим специалистом в какой-то сфере, да, но он не сможет грамотно эту информацию передать кому-то, научить чему-то, да. То есть быть преподавателем, да, это достаточно сложно. Не для всех. Потому что даже часто к нам приходят действующие, ну, даже не действующие, а военнослужащие в отставке, очень грамотные, начинаешь с ними беседовать, и понимаешь, что вот манера передачи информации, так скажем, да, очень сложна для людей. И что тогда? Вот. Ну, мы, соответственно, людям предлагаем, да, то есть пройти какую-то доподготовку у нас. То есть если они изъявляют желание, они согласны, то мы принимаем. Кроме того, у нас очень большое количество инструкторов, то есть даже без службы там в армии, без службы, соответственно, да, в военной подготовке. То есть такая категория тоже у нас есть. Вообще структура прихода к нам инструкторами следующая. То есть люди проходят основной курс начальной военной подготовки, то есть даже несмотря на то, что действующие на военной, не действующие, да, если был ли когда-либо опыт, проходит курс, мы видим, что знания у него хорошие, в конце курса, на выпуске мы всем предлагаем, кто желает стать инструкторами. Соответственно, всегда есть желающие, достаточно большое количество. Вот. Мы этих желающих определяем в определенную группу, так скажем, да, мы их называем младшие инструктора. Вот. И с ними ведем отдельную подготовку. То есть некая стажировка. Да, стажировка, так скажем, то есть с ними отдельно занимаются, плюс еще два месяца. Вот. Также теория сочетается с практикой. Они уже учатся передавать информацию уже вновь прибывшим курсантам. Вот. И в конце они задают уже инструкторский, так называемый, зачет, то есть комиссия приемочная. Если мы понимаем, что за этот период, так скажем, младший инструктор получил действительно хорошее знание, он научился передавать информацию, то мы его принимаем в полноценном своем заманке. Зачислено. Иван, продолжайте. Ну, как я вообще попал в инструктора, то есть я пошел на первый поток, когда только рокот появился. Самый первый набор, можно так сказать. Да. Один из первых учеников. Да. Курсант. То есть как бы прошел, втянулся, видимо, как-то, может быть, педагогическое образование о себе напомнило. Вот оно что. То есть вы к военной службе не имели до этого отношения? Так, интересный пример. Вот. И решил, что хочу как бы дальше остаться в рокоте, как бы попробовать себя проявить как инструктор, то есть принести пользу. И так втянулся. Да, интересно. Ну, Денис, если можно, вы все-таки лицо центра. Вот Иван рассказал о том, что он не имел до этого отношения ни к чему военному. Вы имели, мы можем это лицезреть. Расскажите, пожалуйста. По поводу? По поводу своего опыта, который вы передаете, благодаря чему вы, собственно говоря, являетесь руководителем таким человеком, который ведет за собой. Ну, я действительно, я офицер в отставке. Вот, долгое время служил в силовых структурах. Был у меня опыт из службы на Северном Кавказе. Это как и срочная служба, вот, так и служебные командировки были в данном направлении. То есть, определенный боевой опыт у меня есть. Был и в зоне своего, только уже, конечно, не в качестве военнослужащего, да, а уже в качестве руководства именно инструкторской группы. То есть, мы убывали туда, соответственно, также проводили занятия на передовых самых позициях, на самых-самых, так сказать, да. Вот. И вот этот, как бы, не только мой опыт, да, очень много в нашем центре, действительно, ребят с боевым опытом. Многие прошли вот именно зону своего, да, то есть, при том, такие, действительно, тяжелые участки фронта достаточно. И вот мы вот одной большой командой, вот, которая, соответственно, относится у нас и Иван, мы эти знания уже передаем непосредственно вот всем ребятам, всем девушкам. При этом наша основная задача, даже, знаете, как, не то, что вот просто передать знания. Наша основная задача – получить непосредственно с передовой все самые передовые новости, передовые разработки, соответственно, да, потому что же мы обучаем не только общевойсковой подготовке. То есть, у нас в рамках нашего центра можно научиться также на оператора БПЛА, то есть, именно фронтового, боевого. То есть, инженерная тематика. Да, то есть, не просто, как бы, да, управлять беспилотником гражданской специальности, а непосредственно, пройдя обучение у нас, можно уже непосредственно убывать войска, то есть, так скажем, громить противника. Вот, а в настоящий момент у нас открывается школа БПЛА, вот, она откроет свои двери 1 октября, вот, то есть, у нас сейчас имеется соглашение. То есть, это отдельное совершенно, да, и учреждение будет? Да, то есть, оно в рамках нашего центра, вот, но мы вот создали именно школу БПЛА, полноценную, глубокую, где мы сейчас совместно с Минобороном будем тесно взаимодействовать, вот, обучать уже и военнослужащих, действующих, вот, то есть, самыми-самыми передовыми разработками. Материальная база у нас очень хорошая, вот, за этот период мы, да, оснастим классы, да, купим, так скажем, да, необходимые средства, необходимую технику, вот, благо, все это есть у нас уже. Итак, буквально пару слов еще о том, как попасть в центр начальной военной подготовки Рок-Тульяновск. Как, где найти информацию, как прийти, куда прийти и так далее. Достаточно просто в любом браузере набрать Рок-Тульяновск, вылезет, как и наши странички в интернете, странички ВКонтакте, в Телеграме. У нас есть дежурный номер 933-550, на который у нас, соответственно, наш сотрудник, вот, ответит на все, какие имеются вопросы. Мы ждем всех, обучение полностью бесплатное, вот, с распространенными объятиями всех примем. Я всегда говорю всем, наш центр, это не какое-то сухое учреждение, да, это одна большая семья, попав в которую, люди получают, соответственно, на тепло, дружбу, находят друзей, кто-то семью, даже есть такой факт. Вот, поэтому... Спасибо. Всех приглашаем. Спасибо, Иван, спасибо, Денис, успехов вам и вашему делу. Всего наилучшего, хорошего дня. Друзья, напомним, что в гостях у нас сегодня были Денис Нурдинов, руководитель Центра начальной военной подготовки Рок от Ульяновской, Иван Щелянов, инструктор по первой помощи. Ну, это утро с репортером. Движемся далее. Редактор субтитров А.Семкин